Наш разговор о медиагороде, наверное, предполагает упоминание книги Скотта Макуэра, которая была написана в 2008 году. Книга называется «Медийный город. Город, медиа и архитектура». И, в общем-то, это, наверное, одно из первых вот таких изданий, в которых рассматривалась концепция медиагорода. Скотт Макуэр в своей книге как раз говорит о конвергенции цифрового и городского пространства, говорит о том, что мы перестали уже воспринимать медиа как нечто особенное, как нечто отдельное от нашей физической жизни. Это во многом изменило и наше отношение к медиа, и наше отношение к городу. Это во многом изменило наши привычки просто в нашей повседневной жизни. Медиа, если говорить об этимологии этого слова, связана со словом «медиум», и изначально воспринималась, в принципе, как посредник. И поэтому сейчас, например, когда мы говорим о медиа, мы тоже можем по-разному этот термин воспринимать. Мы можем считать, что медиа – это просто перекодирование, переход из одной системы в другую, смена кода. Мы можем считать, что медиа – это цифровое пространство, мы можем считать, что это некие коммуникации социальные. В общем, во всех этих смыслах, какой бы мы смысл не затронули, мы, на самом деле, перестали считать медиа каким-то посредником. Это действительно теперь то, что связано с нашей жизнью, что от нашей жизни неотделимо. Относительно конвергенции, если продолжать говорить об этом, у нас очень часто какие-то события, начавшиеся в физическом мире, заканчиваются в мире медийным. Это когда-то было обыграно в рекламе Билайна, не запостила – не было. Действительно, у людей возникло такое ощущение, что если ты не рассказал о каком-то событии, если ты не выложил фотографии, не написал пост, то как будто бы это событие останется незамеченным. О нем все не узнают, ты про него не запомнишь. Мы во многом теряем какую-то, может быть, даже свежесть ощущений. Об этом современные медиаисследователи говорят. Может быть, это как раз один из негативных эффектов, что иногда наше непосредственное восприятие подменяется восприятием через медиа. Если возвращаться именно конкретно к теме города, как складывается наша жизнь в городском пространстве в связи с этими переменами, большое количество цифровых помощников – это здорово. И теперь, оценивая, например, какой-то город с точки зрения пригодности для жизни, мы обязательно учитываем не только физический комфорт, насколько нам в этом городе будет хорошо с точки зрения атмосферы, с точки зрения транспортной какой-то инфраструктуры, еще чего-то. Но мы обязательно оцениваем цифровой комфорт, как развита связь, какого качества интернет, будет ли у нас возможность получать доступ к каким-то цифровым ресурсам. И многие учреждения, организации сейчас активно в этой сфере развивают свои страницы, свои какие-то дополнительные офисы цифровые, так сказать. Кроме того, у нас появляется возможность получать доступ к любого рода мероприятиям, событиям, уже происходящим не в наших городах, например. А в городах в других странах, на другом континенте и так далее, мы можем присутствовать, так сказать, на каких-то глобальных мероприятиях культурного, спортивного плана, неважно, где мы при этом находимся. И этот момент стирает вообще границы между городами, точно так же, как стирает границы технологические, так сказать, между странами. Неважно, где ты живешь, то есть ты можешь жить в городе, ты можешь жить в деревне и при этом находиться на лекции, на вебинаре, быть на открытии выставки, ты можешь вести свой бизнес дистанционно. В этой связи продолжается как бы изменение в плане нашего отношения к городу, теряется вот такая привязка к какому-то физическому пространству. В 21 веке, или может быть это на рубеже 20-21 веков, появилось такое понятие, как цифровые кочевники. Очень интересное понятие, которое характеризует людей, выбирающих мобильный образ жизни. Соответственно, у них уже нет представления о том, что нужно, так сказать, пускать корни, видеть родовое гнездо. Они могут перемещаться из города в город, из страны в страну, вот в те самые перерывы между сеансами работы. И, соответственно, если у тебя есть выход в интернет, ты можешь работать дистанционно, тебе неважно, в каком городе ты находишься. И сейчас уже действительно есть такие примеры, особенно два года пандемии показали, что это все стало реальностью. Молодые люди понимают, что если они начинают жить самостоятельно и, предположим, снимают квартиру, неважно, в каком городе они ее снимут. Уезжают, время ближе к морю, там, Краснодарский край, предположим. Еще одна тема, которая была затронута в книге Скотта Макуэра «Медиагород», это тема контроля и надзора. То есть вот то, что мы действительно получили в нашем новом мире, в мире, где у нас физическое и цифровое совмещается, это возможность фактически наблюдать за каждым человеком. Естественно, это в городах развито гораздо сильнее, чем где бы то ни было. Мы оставляем цифровой след в связи с тем, что мы расплачиваемся банковской картой, соответственно, информация о нас есть в каких-то магазинах, в каких-то супермаркетах. Мы попадаем ежедневно на камеры, расположенные где-то в подъездах, в учреждениях, если мы там движемся на автомобиле и так далее. И, по сути, в современном обществе, если мы говорим про город, можно восстановить маршрут человека, если потребуется, в течение какого-то дня. Это совершенно новое положение, о котором когда-то говорили, можно так сказать, фантасты. И, скажем, если вспомнить роман Оруэлла 1984, вот эта атмосфера тотальной слежки, вот это понимание, что за тобой всегда наблюдает старший брат, казалось просто ужасающей перспективой. А сейчас, по сути, мы живем вот в таком обществе, и практически мы этого не чувствуем, не замечаем, по крайней мере, мы на эту тему не задумываемся. Наверное, это неплохо и нехорошо, то есть это действительно наша реальность. Скотт Макуэр говорит о том, что это требовало, как раз таки, это требовали соображения безопасности, прежде всего, и террористические акты, вот это все как раз привело к необходимости введения вот такого усиленного, так сказать, контроля, надзора за гражданами. И мы теперь живем в этом мире, да, то есть это тоже еще один эффект, который мы получили в медийном мире. Разрушение границ, вот это территоризация, первый аспект, контроль, надзор и увеличение социальных контактов. То есть вот эта возможность, а в некоторых случаях, как некоторые так чувствуют, необходимость находиться на связи 24 на 7, вне зависимости от того, мы какие-то частные вопросы решаем или мы какие-то деловые вопросы решаем. То есть в этом заключается наша новая реальность. И, собственно, городская жизнь в это цифровое пространство вписывается. Действительно, мы можем на себе ощутить вот эти эффекты конвергенции, вот этого взаимного влияния, взаимопроникновения. Скажем, мы можем, воспользовавшись какими-то ресурсами, найти для себя интересное мероприятие. Можем там забронировать билеты или зарегистрироваться, выбрать маршрут. То есть мы очень многое сделаем сначала в сети, до того, как мы окажемся непосредственно физически, не знаю, там в каком-то концертном зале, в театре, то есть на каком-то мероприятии, на которое мы стремились попасть. И точно так же, возможно, начавшись в сети, это мероприятие в сети завершится нашими комментариями, отзывами. Более того, в связи с этой тотальной слежкой, если можно так сказать, мы иногда, не оставив никаких постов или там фотографий, мы получим вопрос от гугла, как вам понравилось, понравилось ли вам место, которое вы посетили. То есть вот действительно такова наша сегодняшняя жизнь.